Вы политизированный человек? Нет. Вы не следите за политическими движениями? Я слежу, но так не углубляюсь. Я не могу сказать, что я политизированный человек. За кого вы голосовали на последних? Скажем так, я политизированный человек за Путина. Добрый день, друзья и не другие. Я, честно говоря, не понимаю негативную реакцию на Константина Богомолова у многих зрителей. Не берусь оценивать у большинства или у меньшинства. В общем, не занимался такого рода социологией. Но по комментариям понимаю, что он очень многих раздражает. И к нему симпатию от них не все испытывают. Так сформулируем. Я для себя это могу объяснить только тем, что, возможно, на него экстраполируют негативные отношения к Ксении Собчак, его жене. Хотя, может быть, кому-то не нравится то, что он делает на сцене. Я не театрал, и я не берусь оценивать его как театрального режиссера. Я могу о нем сказать только как о собеседнике, как о госте программы. С ним интересно. Он не уходит от каких-то некомфортных вопросов. Достаточно самоироничен. У него хорошая реакция. И мне он как собеседник интересен. Еще раз повторюсь. Не понимаю, почему к нему некоторые... Некоторые, опять же, не возьмусь утверждать, большинство или меньшинство, но, скажем так, некоторые зрители, ну вот, испытывают, прямо скажем, неприязнь. То есть, понятно, что всем не угодишь. И вообще нет такого социально значимого персонажа, который нравился бы всем. Или, напротив, всем бы не нравился. То есть, всегда есть за и против, но такое впечатление, что в случае с Богомолом, вот этот негатив, он как бы превалирует. Не понимаю. Кинокритика и театроведение – это журналистика? То есть, чем занимаются ваши родные? Ну, по большому счету, нет. По большому изначально. Другое дело, что, к сожалению, в последние годы запрос на серьезную аналитику, научное отношение, серьезное отношение, фундаментальное отношение к исследованию театра, в том числе и текущего положения дела в театре, запрос на серьезность – это слишком сниженный. Поэтому многие люди вынуждены, вместо того, чтобы писать серьезные статьи, писать условные заметки. Или вообще уходить из зоны писания текстов про театр или кино. Продолжение следует...